всем привет сегодня мы будем делать стрижку каре на удлинение может кто-то скажет там боб кара и еще что-нибудь но это больше будет как вариант каре на удлинение поднимем затылок немножко сделаем наискось так как нам клиент пожелал она увидела в тик токе да и сказала хочет что хочет повторить вот мы будем пробовать еще сегодня мы поработаем с ножницами если можно да да вот есть второй класс даже первый это первый филировочные также такой вот вариант это третий вот третьего класса также будем показывать можно и четвертый класс только классно на экране покажу все суммы сколько они стоят и просто часто люди спрашивают чем отличается первый класс начинающий первый класс а четвертый класс почему я должен переплачивать сегодня как раз мы сегодня да все покажем да погнали погнали мы сейчас попробуем ножнички первого класса это органами по у нас правильно да у нас и специально пятерочка размер да для пальчиков которые вообще маленькие и миниатюрные кто боится я понял давай попробуем так вот ножницы по поводу маленького полотна боится то есть они очень маневрен и можно показать как делается вариант ушелки очень даже удобно и хорошо поэтому тут бояться ничего и не мои девчонки те которые на первом курсе они хорошо берут эти ножнички потому что пальцы маленькие и в них удобнее всего вот так очень хорошо можно с ними проработать затылок оказывалось этой стороны точно так же да вот как бы маленький и вот видно волосы хорошо снимают даже несмотря на то что это первое я прямая распаковка получается полотно 5,5 полотно 5,5 эргономика да хорошая как бы ножницы видно что здесь сразу два колена стоит как бы удобно и для двух пальчиков брать и также и большим пальцем даже если вот держать их в закрытом состоянии тоже был плохой вариант для начинающих для первого курсника для тех людей которые хотят на курсы и не знают какой подобрать инструмент очень удобно как красиво так все упаковано это артовские они филеров очень точно такого же цвета 5,5 полотна очень хорошая матовая ручка в принципе и цвет такой который не напрягает он не надоедает в работе даже я по этому вижу что этот ход совершенно другой полегче да да намного легче ход во первых во-первых во-вторых сами ножнички более удобные в работе то есть как бы это уже рассчитано на людей которые заканчивают курс какой-то образования и уже хотят работать именно в салоне очень удобный вариант а тяжело же мокрые волосы стричь в принципе тяжело любым полотном и первым классом и вторым и третьим но если ножницы лучше допустим класс там 3 или 2 то конечно да это намного легче я помню что сухие волосы стричь чем мокрые волосы потому что данной полезней будет когда она мокрая для волос примерно раз в месяц полтора почему ну а нужна ли еще одна одна краска то вы мне спрашивали какой у меня пример ээээ мне просто спрашиваю чтобы знаете допустим какие у меня так взял бы уже артовские филеры сейчас на следующий раз возьмем мне очень нравятся филеры с первого класса ну чтобы знали первый класс это не то что вы подумали бы самый крутой это первый класс который стоит самый дешевый в своей как бы видно да здесь прорезь на винте отличительная характеристика ну как бы кольца расположения тоже эргономика но они немножко простецки сделаны профессионал это сразу определит но в работе они мне очень нравятся они работают прекрасно для начинающих это будет сказка прямо да да филировочные ножницы точно такая же часть исполнения цвет и ручка темненькая так и напрямую оплату они парили идут в паре но сейчас мы их попробуем почему по как бы я не особо думаю что будет какое-то изменение но по заточке сразу видно могу сказать что класс сделан намного качественнее чем первый это однозначно ну понятно ценовая политика будет немного другая да я на экране покажу что я могу сказать значит в принципе работают очень хорошо но для мужского зала вообще будет песня вот именно в мужском зале вот посмотрите как они обрабатывают в конце я даже не чувствую поэтому тушелку на мужском зале тоже будет очень хорошо им выполнять сейчас я конкретно покажу как сделать висок сейчас я конкретно покажу как сделать висок многие мастера боятся этого делать почему мы покажем ну боятся потому что думают что клиентке будет неудобнее вообще по большому счету желательно спросить то есть разговаривайте больше с клиентом и все будет хорошо не пользуемся зажимами очень удобно я наблюдала разница вот и вот вот и 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 Продолжение следует... Очень удобно. Даже мелкие детали очень хорошо прорабатывают этим плясом. Потому что острый конец. Да, конец действительно острый, хороший. Когда вы будете покупать, можно будет попробовать на волосах это сделать. Но я скажу вам сразу, что очень удобно. Это у нас прямой... Это четвертый класс. Полотно 5,5. Сразу хочу обратить внимание, что в этом классе кольца. Кольца профессиональные. То есть вам не придется покупать кольца, которые... Другие, допустим, посмотри на этот класс. Да, то есть здесь практически их нет. То в этом классе уже здесь есть кольца. Силиконовые. Да. Ну, круто. Угу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Хочу сказать акцент на шаг полотна нафилировочных ножницах То есть он здесь не маленький Будут делать хорошую структурную стрижку на концах Ну это именно для любителей женского зала Для мужского зала можно пробовать, но когда у мастера хотя бы есть полтора-два года опыт Смотри-ка, то есть как бы вариант того, что ножницы работают профессионально, это 100% Здесь хорошо сделана заточка Если будет видно, камера это передаст, то есть вот я закрываю Как они ничего не тянут Ничего вообще не чувствуют Я до такой степени могу это сделать качественно, даже наголо можно им это скрыть Контрольная точка, посмотри на срез, как это выполняется Он просто бархатный Он просто бархатный Глянь, вот я еще раз его точечно наведу, чтобы было видно Я пробовал в семье, но после четвертого, конечно Еще что-то на пятом уровне Ты еще раз покажи мне вопрос, смотри Охо-хо-хо-хо-хо Субтитры сделал DimaTorzok Так, сегодня мы стригли стрижку карена удлинения Пробовали инструмент разный, первый класс, третий, четвертый Выполняли хорошую тушевку и также переход на боковых зонах Я вам расскажу по поводу инструмента Первый класс, значит это у нас вот такие вот ножнички маленькие 5,5 полотно 5,5 полотно, да, очень удобно, очень маленькое полотно для маленьких пальчиков Да, видно хорошо, то есть угол варианта Также работали мы филировочными ножницами Этого же класса, то есть очень хорошие ножницы, для начинающих просто бомба-пушка Есть, да? Второй вариант, мы работали каким классом? Это третий класс, артовский Артовский, третий класс На экране покажу Прекраснейшие ножницы, полотна просто изумительные Работают хорошо, также заточка другая, совершенно другая заточка, как в первом классе Ну, больше идут для мастеров, которые год-полтора Да, и винтовая система другая, чем с первого класса Винтовая система, сразу рассказываю, рожковая здесь стоит Для того, чтобы уже профессионально можно было настроить под руку мастера Да, и покажи одновременно филировочные и прямые, что есть Филировочные также, рожковая система, идет односторонняя и мелкая насечка То есть, как бы вариант хорошей работы для профессионального использования Опять же, полтора-два года Не рекомендуется брать мастерам начинающим Почему? Качественное исполнение Почему? Во-первых, потому как Она испортная Инструмент быстро приходит в негодность, его нужно перетачивать Ручка еще не стоит правильно Вот, что здесь характерно? Здесь хорошо сделанный усилитель, уже с подкладкой резиновой Также стоит упор силиконовый Который очень хорошо амортизирует в руках Просто прекрасно Также колено Да, это у нас вот такой момент Еще мы работали сегодня ножницами четвертого класса Это, как называется? Это Elite Elite Рожковая система улучшенная здесь уже Сразу же идут кольца силиконовые Хорошая резиночка на усилителе Также стоит упор Хочу сказать, отметить, что колено здесь уже более профессиональное Раз Во-вторых, заточка Совершенно другая заточка Здесь уже профессиональный подбор И также очень хорошо работает И хватает это на год и полтора Свободно в работе В мастере, а работе нон-стоп Окей И последние филировочные, которые идут? Также мы работали филировочными ножницами Но здесь уже идет система немножко другая Здесь профессиональный вариант И шар от расстояния до зубца От зубца немножко больше Также стоит винтовая система Для точной настройки под руку И стоят уже более силиконовые кольца Которые вам не придется менять Расскажи про работу То есть ты поработал первым классом Третьим и четвертым Первый, второй, третий и четвертый Первый класс у нас выглядит вот таким вот образом Третий класс у нас идет цветной Тоже очень удобно и хорошо его видеть Как бы если вы видите, что это блестящий Это может быть первый и второй То цветной это у нас вариант третьего класса Также у нас есть четвертый класс Который очень хорошо отличается по кольцам Первый класс и четвертый И режущее полотно Сразу показываю филировочное Значит разница между первым и вторым вариантом Ну, кстати, можно было с этого и начинать Можно было начинать, но как бы Вот так Да, то есть мы показали вам вариант разницы Здесь идет более на женские волосы Которые дорогие работы Здесь первый класс для мужского зала И для обучения Мастер может не рисковать и свободно ими работать Значит, что по поводу первого и третьего класса Первый класс это у нас вот Ножнички, которые тоже хорошо предназначены для среза Когда волосы влажные, когда волосы сухие Также у нас третий класс, который больше предназначен Для снятия волос на пальцах и пойтинга Просто они прекрасно ложатся по волосам Делают то, что им надо И также у нас идет еще четвертый класс Четвертый класс это вообще ножницы Которыми можно работать хорошо с челками Которыми очень хорошо делается пойтинг, слайсинг Как бы ножницы для элитных работ Потому они так и называются Свой элит Хорошо сказал, кстати Спасибо Чуть-чуть давай про филера, быстро Значит, филировочные ножницы Какая разница между первым классом и третьим? Первым классом можно хорошо делать Выполнять тушевку, как мы это сделали вот здесь То есть это все используется вариант первого класса Для того, чтобы допустим создать объем во внешних зонах Делаем это уже ножницами четвертого класса Очень хорошо ложится под руку мастера И делается выполнение эффекта прямого полотна Я хочу порекомендовать вам YouTube-канал Янина Ми У нее 81 тысяча подписчиков Янина парикмахер-колорист, свадебный стилист Стаж работы более 20 лет На канале она делится опытом работы Это стрижки, покраска, прически Также делает обзоры косметики и инструментов Янина открыла свой YouTube-канал всего 11 месяцев назад Одно из видео набрало 3,8 миллионов просмотров Совсем недавно, кстати, Янина делала обзор на парикмахерские ножницы свэй У нее очень много разнообразной информации Которая может быть вам полезна Кому интересно, ссылка будет под видео Субтитры сделал DimaTorzok